всем привет дорогие друзья из солнечной лани сегодня пятница и в очередной раз мы едем на рынок но в этот раз мы вам опять не покажем рынок потому что там все осталось как прежде смотрите наши предыдущие видео про рынок а сегодня наш выпуск новое видео полностью посвящено и гору потому что скоро будет полгода 6 месяцев как он приехал и живет в турции и поэтому сегодня я буду задавать ему всякие разные вопросики он будет отвечать как у него впечатления что нравится что не нравится ну а вы ставьте пальчики вверх подписывайтесь на наш канал и конечно же комментируйте оставайтесь с нами я думаю что будет интересный год обещай что будет интересно егор вот мы находимся в центре алании ты уже здесь почти шесть месяцев как как тебе жизнь в алании как город расскажи про город город небольшой мне нравятся небольшие города народ привет все рядом расположено много кафе различных все считать рядом с домом лучше очень удобно нет проблем взял вышел там хотел покушать вышел всегда дешевый вообще просто вкусно ну дома конечно тоже надо готовить не забывать навыки в принципе общественный транспорт здесь очень хорошо вот такие вот ребята веселые ездят в принципе да все нравится все хорошо это вообще не я sabes чем я там голос решил таландо сейчас все же allá парень эти паэты эти паэты и есть это и это это здесь это она вот и Егор, а что ты можешь сказать по поводу магазинов с одеждой, например, и с обувью? Как тебе здесь выборы и цены? Здесь выбор, понятное дело, побольше, то есть вообще очень много всего, причем, зная свой город, половина то, что здесь есть, и то, что ты обычно ищешь, чего не привозят, и они не привозят то, что нужно в нашем магазине, продается здесь. По ценам, потому что циник, циник здесь смешной вообще, на вещи, такого качества вещей, как здесь, с такой суммой, тем более у нас вряд ли ты найдешь. В общем, тебе нравится? Ну да, кому тебе нравилось? Что, сегодня в Пепице моя, да? Ну что, опять пятница, опять мы на рынке. Вот, сейчас огурчики, помидорчики, персики, арбузик мой любимый, наверное, возьмем. Вот, посмотрим. Наберем много-много всего, а вечером будут животы болеть, потому что... Егор, а какие ты, больше всего, любишь овощи и фрукты? Овощи? Ну, мой любимый, наверное, овощ, это капуста, самая полезная. Но капуста мы не берем здесь, значит, салатик. А фрукты? А фрукты? Персики. Персики, да. Как тебе, кстати, ассортимент на рынке и цены? Цены... Цены... Ну, цены нормальные. Какие должны быть в Турции? Ну, короче, дешево. Как еще по-другому здесь? Здесь все же, с грядки, все свое. Они же за доставку, за размещение в магазине, за аренду помещения, это стоит переплатиться, и все по-другому. Пошли выбирать. Обе? Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 вот такие вот тут есть выбора обычный шок и там саки ну давай вот смотри мы сейчас около колбасы находимся выбирать давай посмотрим колбасу колбаса что у нас колбасы я просто не понимаешь написано ну смотри вот это вот колбаса вот это вот колбаса до которую ты покупаешь в шоке просто это разные виды разные виды вареной колбасы она даже не вареная не за крайной да потом что здесь еще есть вот это вот судью к турецкий папа английская называется папироне кстати вот то что пиццу до пицца бывает папироне вот это вот она то есть ее обычно жарят вот так вот с яичницей либо едят вот так вот с хлебом видишь все это вся колбаса вот смотри сверху еще здесь есть сосисочки и вот это в принципе все из мясных полуфабрикатов или как-то называется кроме мяса здесь нет на вес только мясо не завести мне грамм 300 как обычно а здесь придется вот такой вот палок убрать вот огромную полченцию в общем выбор сыр смотри я скажу что магазинами турции мне нравится с едой здесь у них проблема смотри вот у нас не будешь все время там есть турецкие блюда это тоже надоедает хочется что-то обычно но тут выбора нет приходится приходится да вот кстати кстати друзья для меня это тоже основная проблема это вот выбор магазине именно полуфабрикатов но зато плюс у нас свежие фрукты и овощи грех жалуется поэтому поэтому ну не будешь но есть свежее мясо можно можно приготовить без колбасы вот приходится как-то жить вот кстати те кто любит сыр и мясная молочную продукцию вот егор смотри сыра что у нас есть принципе только вот белый сыр мягкий до турецкий вот такой вот что еще вот такой вот желтый сыр для меня он вообще весь на на один вкус да но мы не теряем надежды найти косичку сфере косичка может быть в метро так из молочки смотрите выбор тоже небольшой но плюс в том что есть свежие йогурты айран есть кефир йогурт и если вы любите если вы любите фруктовый йогурт и есть всякие разные детские вот всякие разные детские масло вот видите фруктовый разно есть вот таких больших вот такие вот я кстати кстати надо взять и города вот они все одинаковые всего три вида туши вот этаж очень известная турецкая марка поэтому в турции как в белоруссии все свое ну ка ка конечно же все свое вот есть всякие разные данные ты и так далее пудинги из соков соки мы вообще уже не покупаем летом мы готовили апельсиновый сок ну red bull и конечно же наша любимая минерал очка так егор давай выбирай что-то сегодня у нас берешь тропические фрукты а мне возьми пожалуйста верхнюю а клубнику аж слушай давай сегодня что-нибудь другое возьму что это мандарин нет не хочу я сегодня возьму яблоко да я буду сегодня яблочко поэтому и гор продуктовые магазины турции к сожалению к сожалению нет продукту продуктов продукты есть но нет того выбора который мы привыкли да вот такого такого выбора конечно это и хорошо и для тех кто уже привык к разнообразию это конечно не очень кстати очень многие пытались открыть но как-то делать дело не пошло есть нет на фейсбуке есть группы кстати если вы скучаете по русским продуктам на фейсбуке есть группы и в этих группах можно заказать и тебе в принципе все все привезут что вы закажете из российских товаров в церкви большой базар большой турецкий с турецким найком в принципе неплохие эти проделки есть ничего можно купить и приехать похвастаться посмотри у меня это конечно потом стоит сказать что он стоит лет двадцать один двадцать тысяч долларов поэтому добро пожаловать и гора как тебе турецкие рестораны и турецкая еда в ресторанах есть какое-нибудь любимое блюдо уже любим блюдо педа конечно ну уже и так скажем мне нравится он уже не любил потому что я уже облился что больше дома что-то сам свое делать и пытаешься похоже на привычный вот смотри какой красивый 10 ресторанчик до старином около старинного турецкого дома вечером классно подсвечивается здесь все бар вот вещь внизу его вот ты живешь в аланье расскажи пожалуйста сколько раз в месяц ты ходишь на море люди покупают путевки лишь бы на море съездить а ты сколько раз имеет в месяц не в день и не в неделю 4 каждое воскресенье ну шесть может быть максимум а почему зажрался ты зажрался люди платят такие бабки что сушки на море вот егор приехал мы каждое воскресенье стараемся а так все ханом мы ходили на море но раз может два максимум в год даже не в месяц как тебе кстати пляжи ну за горой он нормальный пляж ну вот это пеопатра и дабланташ который и попроще песок другой там камни дабланташ как тебе понравился мы были в прошлый раз да мне нравится единственное что когда слишком кормить на море там к берегу много водорослей на дне практически все черное да я вот когда ходил вчера и там возле колеи там есть течение какое-то такое что-то такое свечевское течение поэтому вечером там соберетесь купаться если вас захотите когда будут волны то лучше подойти подальше с дабланташ ну да на той стороне дабланташ и хлеопатра классные пляжи да в этой стороне чуть попроще ну в общем советуешь да народу туда ходить ну конечно понятно вот такие вот спикаты классные живут живут а вон у тебя новый друг смотри нет вот новый ады не сенин ады а ибо 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 на русский ибо ибо О, Алтай Я не говорю Алтай Турки Турки Что за Алтай? Алтай, шесть месяцев Ты на сон На сон И билер А с билер Вот такой вот, друзья, у нас под конец дня Диалог случился Да, с таким вот мальчиком Хорошеньким, что он нам только не рассказал И про школу Егора пытался турецкому научить Ну что, Егор, как у тебя в общем впечатления За шесть месяцев проживания Отлично, отлично, хорошо Погода радует Но море рядом Фрукты, овощи, вот сейчас налопаем все виноградико В общем, друзья, это было видео про Егора Шесть месяцев, полгода проживания в Турции А следующее видео мы сделаем Семь лет жизни в Турции Как это? Увидимся через семь лет Нет, про меня снимем Следующее видео Егор будет снимать про меня Задавать свои вопросы Ну а я вам уже расскажу Как это семь лет прожить в Турции А под этим видео Обязательно пишите свои комментарии Задавайте вопросы Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на наш канал Ну и всем, конечно же, привет Из вечерней теплой оладьи И добро пожаловать сюда И напоследок Под видео будет ссылочка на наше предложение Обязательно его скачивайте Обязательно ставьте комментарии в Google Play В оценочке пять звездочек Будем вообще просто от души благодарны Большое спасибо всем, кто уже скачал Написал комментарии Наши подписчики самые лучшие Самые классные Спасибо вам огромное Пользуйтесь на здоровье Будем его Совершенствовать Улучшать Чтобы было вам удобней Будет много всего интересного в этом приложении Много информации Все, что вам необходимо для хорошего отдыха Ну и жизнь в Алайне тоже Ну а на сегодня Всем пока-пока Счастливо Пока Бай-бай